Государственный флаг, государственный гимн, воздушные шары в цветах триколора. Торжественные линейки в честь Дня Знаний в российских школах начинаются с патриотических моментов. Это уже традиция для учеников старших классов, а для первоклассников важный момент начала школьной жизни. Новых учеников школы номер 16 в этом году поздравляли на самом высоком уровне. Ребята, я вас поздравляю, особенно первоклассник, с этим замечательным днём, с этим праздником 1 сентября. Вы такие красивые, в бантиках, с шариками. Пусть для вас этот праздник останется праздником на всю жизнь. Я хочу пожелать удачи родителям. Ваше спокойствие будет дарить уверенность и опору вашим детям. Вот доверьтесь школе, я вас уверяю, вы не пожалеете. Здесь им дадут всё. Для 16-й школы День Знаний в этом году необычный. Он впервые проходит в новом здании. Строительство шло непросто, но всё позади. Уже в понедельник за парты сядут более тысячи учеников. У школы, конечно, история такая со спиной знаменитая. 101-й годовщина сегодня в школе исполняется. 100 лет в другом корпусе обучения шло. Сегодня 1-й, 1-й сентября, когда в стены, я не побоюсь этого слова сказать, мы с начальником образования обожгли всю школу, посмотрели. Это просто храм знания. Хочу отдельно поблагодарить педагогический состав за те результаты, которые достигают наши дети. Слова благодарности за терпение родителям. Дорогие друзья, с праздником, с Днём Знаний. Пусть учебный год Копейска будет прекрасным. В этом году в 16-ю школу пришли 140 первоклассников. Им ещё предстоит познакомиться с учебными классами, спортзалами, уютными площадками учреждения. Но главное, они поймут, что их школа уникальна. Здесь есть детский технопарк «Кванториум». У нас очень много интересного оборудования, 7 направлений, и мы готовим специалистов, которые могут быть и пилотами БПЛА, и айтишниками, и робототехниками, могут также физиками, химиками и биологами быть. Мы готовы принять всех жителей города Копейска. После торжественной линейки для руководителей города и области организовали экскурсию по классам «Кванториума». Эта презентация стала официальным открытием и стартом для детского технопарка. Его проектная мощность позволяет технически развиваться 700 обучающимся. Наше желание, чтобы инженерное образование стало базовым в нашем регионе, в регионе промышленном, регионе, где собраны компетенции в области металлургии, машиностроения. И с одной стороны это традиция, а с другой стороны это та уникальность, которая позволит нам развиваться, совершенствоваться и создавать то новое, что будет первым в мире. Детские технопарки создаются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта образования. Такие лестницы от школы до предприятия уже созданы в крупных городах региона. В ближайшем будущем они появятся и в муниципальных районах. Губернатор поставил задачу удвоить их число для того, чтобы возможности развиваться были у всех южноуральских детей.